Привет! Я уже 10 месяцев не покупаю косметику, вот уже пошел 11 месяц, и я уже давно хотела снять видео о том, чему я научилась за эти 10 месяцев, и главное, есть ли у меня какие-то желания косметические. А они есть. Есть вещи, которые я хотела, начиная с 1 января 2019 года, и вот, заканчивая сегодняшним днём, я думаю, я буду дальше хотеть эти вещи. Просто моя косметическая диета помогла мне понять, чего я действительно хочу, как я люблю краситься, и покупать косметику не просто потому, что какой-то блогер посоветовал, потому что все блогеры, все разные люди, у них у всех свой стиль, как в косметике, так и в одежде, и было бы очень странно, да, если бы какой-то блогер говорит, что «О, вот эта радужная палетка так великолепна, а эта чёрная помада лучшая помада во вселенной», и ты такой сидишь и думаешь «Да, да, да, это классная вещь». При этом ты не пользуешься ни радужной палеткой, ни чёрной помадой, как я. Я раньше действительно думала, что мне не хватает, например, ярких оттенков. Думала, что вот мне не хватает, вот если бы они у меня были, я бы ими пользовалась. У меня появилась Electric от Urban Decay, и я ей пользовалась несколько раз, немного, очень, вообще немного. Потом у меня появились палетки от Menagerie Cosmetics, и я начала понимать, что именно я люблю, какие не просто яркие цвета в рви глаз, а какие-то приглушённые, оранжевые немножко оттенки. Вот такое я люблю. И всё это я поняла благодаря No Buy. Но самое интересное произошло тогда, когда у меня начали появляться какие-то желания в течение года, потому что косметика выходит каждую неделю. Несколько компаний каждую неделю выпускают новинки, какие-то новые формулы, новые оттенки. И ты сидишь такой, как зритель просто, и наблюдаешь, типа, прикольно, вот это, конечно, красиво, но я это себе не куплю. И сначала у меня возникали такие мысли, что «Вау, это мне нужно». Потом я понимала, что «Стоп, не надо». Но это произошло не с начала года. Почему я начала No Buy? Почему я сказала себе, что я ничего не буду покупать? Во-первых, как вы знаете, смотрели моё предыдущее видео, я очень долго смотрела Ханну, Ханна Луис Постон, и её проект My No Buy Year, который был в 2018 году. И она целый год ничего не покупала, и весь её канал был посвящён именно вот её No Buy. Первое, конечно, её влияние. И второе, я просто устала от косметики. У меня вот это чувство, о котором я говорила раньше, что мне нужно, 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 нужно купить, нужно купить. Я искала, что я хочу купить, и покупала. Это не зависело от того, необходима ли мне была косметика. Необходима косметика — это, конечно, такое. Особенно, когда у тебя 10 палеток теней, ты думаешь, «Мне необходима эта 11-я палетка, она вот очень хорошо мне подойдёт». Мне её так не хватало. Первые, наверное, 3 месяца после того, как я начала No Buy, я не хотела вообще ничего. Я смотрела на все новые релизы и понимала, что мне это всё не нравится, и вообще я ничего из этого не хочу. Но потом, наверное, месяца с 4-го я начала видеть какие-то новинки, которые я прям захотела. Это было несколько брендов, о которых я дальше буду говорить. Некоторые я хотела мгновенно, такая «Хочу!» И вот эта вот мысль «Хочу-хочу-хочу-хочу-хочу-хочу», потом сходила на нет, и всё. У меня из вышлиста эта палетка или там помада или ещё что-то просто вылетала, и я такая «А, ну не страшно, ну не страшно». Кстати, за весь No Buy я, естественно, покупала косметику, которая у меня заканчивалась. Это было три карандаша от Vivienne Sabo, не сразу, которые я покупала, а постепенно. Там один закончился, я купила, один закончился, я купила. Гель от Vivienne Sabo для бровей, сейчас у меня гель от Essence для бровей и BB-крем от Holika-Holika. Но сегодня, сегодня пришла моя посылка, наконец-то. У меня закончился мой консилер от Tarte, я уже стоппер вытащила. Это было эпично, как я его вытаскивала, наверное, минут 20 пыталась его вытащить и ничего вокруг себя не сломать. Короче, я вытащила стоппер и уже там последнее в нём доковыривала. И сегодня мне пришла посылка от Tarte, где был консилер и был тональный крем, один из их новинок. Сейчас я покажу, как он вылет. Вот, это их консилер легендарный, Shape Tape, у меня в оттенке Light Neutral, и тональная основа, которая называется Face Tape. Оригинальное название. Как я говорила в условиях моего No Buy, я могу покупать себе тональные основы. И вот на 10-м месяце моего No Buy я поняла, что хочу купить тональную основу вместе с консилером, который мне необходим, потому что он у меня закончился просто. Ещё о желаниях, которые у меня были. Это желание исполнилось. Дело в том, что у меня в августе день рождения, и у меня было несколько вариантов, что я хочу. Первый вариант это была, конечно, палетка от Наташи Диноны, потому что она дорогая и шикарная. И второй вариант это были однушки от Colourpop. И так удачно сложилось, что я выбрала однушки от Colourpop. Покупала я их не себе сама. Я просто покидала в корзину, что мне нравятся, все, которые мне нравятся. И дала Коле. Коля купил мне однушки от Colourpop. И вот они ко мне скоро приедут, и у меня будет наконец-то, наконец-то, однушки от Colourpop. Это будет первая вещь из яркой декоративной косметики. Это первая вещь из теней новых. Будет у меня за год. Это так волнительно. Мне было важно это рассказать, потому что, когда они ко мне приедут, я, естественно, сниму обзор на них. И, я думаю, на все однушки от Colourpop, которые у меня есть. Потому что у них какая-то очень странная система. Они сначала убирают очень много однушек, потом снова их возвращают, какие-то из них. Поэтому я решила всё просто снять. Естественно, со всеми названиями, чтобы, если они появятся, у вас уже были в Сочи и был обзор этих теней. Ещё летом, в сентябре, я была в Италии. И был такой один момент, я пошла в Сифору. Думаю, ну зайду я в Сифору, господи, ничего не случится. Это обычный магазин. Ты уже держишься 8 месяцев, и всё у тебя в порядке. С самоконтролем и так далее. И я увидела палетку от Наташи Диноны, маленькую, мини-стар, и поняла, что её нигде нет. Вот этот момент, когда ты понимаешь, что вот это то, что ты видишь, ты можешь купить её здесь и сейчас. Вот в интернет-магазине потом когда-нибудь ты её не купишь. Ты не сможешь её заказать, ты не сможешь её попросить в подарок, потому что в интернете её нет. Она есть только здесь, а в России нет пока Наташи Диноны. И это типа лимитка. И ты стоишь такой и думаешь, вот если я сейчас это куплю, что будет? Вот что будет, если я сейчас это куплю? Я начала думать о том, что, ну блин, зачем тебе она нужна? Во-первых, она очень похожа на всё, что у тебя есть. У тебя есть такой же доохром в палетке Venus 2 от Lime Crime. И когда ты начинаешь больше думать об этом, что тебе она не необходима, нет смысла нарушать твою косметическую диету, ты сама поставила такие условия для себя, потому что тебе так лучше. То есть с этой точки зрения сразу начала думать. В итоге я купила эту палетку, но купила её не для себя, она мне очень сильно нравилась. Купила я её для своей подруги в подарок на день рождения, на её. Я уже подарила, она очень довольна и рада. Вот, я тоже рада, что она довольна, потому что это очень красивая палетка. Я уверена, что именно такими цветами она будет пользоваться, потому что она любит такие нейтральные макияжи, но с ярким акцентом в плане, чтобы тени выглядели как фольга, чтобы они круто лежали, чтобы они сияли. И я думаю, ей очень понравится пользоваться этой палеткой. Такая ситуация с палеткой Мини Стар, которую я вот видела у Наташи Диноны, она же говорит о лимитках, которые выпускает компания. Ты понимаешь, что вот она, есть только здесь, сейчас, и вот если её раскупят, а её раскупят. Конечно, потом будет ресток, потом они ещё раз, скорее всего, вернут это, но потом вот всё этого не будет. Например, как говорили Мелт с их палеткой Джимини. Они, кстати, действительно сделали ограниченную партию, раскупили их быстро, очень быстро. И потом, наверное, месяца через три появился ресток. Но в этом время их не убирали с сайта. То есть, понятно было, что они появятся. Потом ещё был ресток, ещё ресток, и в итоге они решили сделать её постоянной. И она теперь продаётся, и вы можете без проблем её купить. Почему? Всё логично из-за денег. Если компания видит, что палетку покупают, конечно, они не будут такие, типа, всё, мы убрали, всё. Но Мелт не планировали делать эту палетку постоянной. Возможно, они планировали, но изначально не было такого, не было расчёта на то, что она будет постоянной. Они сделали как лимитку. И потом, из-за того, что она так классно пошла, они оставили её в постоянной коллекции. Но это выбор бренда. Когда ты начинаешь думать о том, что ты хочешь купить палетку... Я всё про палетки, как обычно, ну, сорян. У меня всё про палетки. Когда ты начинаешь думать, что ты хочешь купить палетку, которая лимитка, только из-за того, что вот если ты её не купишь сейчас, всё, она пропадёт, я сразу начинаю анализировать, что у меня есть. Из-за этого я немножко реорганизовала мои однушки, чтобы они были по цветам. Например, я, кстати, купила магнитную палетку от Make Up For Ever. Две магнитные палетки, в которых это хорошо видно. Сейчас я покажу. Две палетки от Make Up For Ever. Вот так они выглядят. Тут у меня жёлто-зелёные, а тут голубовато-фиолетовые. Конечно, это не все мои однушки какие-то ещё в разных палетках. И, конечно же, это не все подобных цветов. Просто это именно те, которые я решила засунуть в эти две палетки. Выглядят, по-моему, очень круто. И ты сразу понимаешь, что у тебя есть именно по цветам. Ты сразу понимаешь, что именно у тебя есть. Когда они все в одном месте, ты понимаешь, что у тебя вот столько-то зелёных, вот столько-то фиолетовых, там вот столько-то даже чёрных. У кого-то много, у меня немного чёрных. Но не суть. Когда видишь это наглядно, то и палетки ты начинаешь воспринимать немного по-другому. У меня в последнее время желание, дикое желание расковырять все мои палетки и запихнуть их в магнитную большую, чтобы видеть, что у меня есть, чтобы всем пользоваться. Это такое нереальное чувство, которое я обязательно исполню. Каждый раз, когда я смотрю на новый релиз, я такая, у меня это есть уже, у меня это подобное есть. То же самое, я смотрела на палетку Melt, лимитку, и понимала, что да, она классная, вот я бы её купила. Вот если бы не No Buy, я бы её купила 100%. Но потом ты начинаешь думать, типа, во-первых, цена, она стоит сколько? Сколько она стоит? Вот сколько она стоит, не помню. Плюс 7 долларов по США доставка и 10 долларов за пределы США по миру. То есть в России 10 долларов плюс, то есть это будет уже вот столько. Теперь я смотрела Beauty Bay, и она есть на Beauty Bay, и у них бесплатная доставка. Это очень классно, потому что ты экономишь деньги. Если бы я купила её тогда, я бы потеряла очень много денег на доставке и так далее. Я начала смотреть на все однушки похожих цветов, которые у меня есть. Я даже думала собрать что-то подобное. Я начала смотреть на все однушки, поняла, что у меня есть такие, 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 очень похожие на те цвета, которые есть в палетке от Melt. И я поняла, что мне она просто не нужна. Во-первых, это просто не необходимо. Во-вторых, когда у тебя есть подобные цвета, и ты покупаешь что-то, кое же что-то подобное, тоже такое, типа, ну зачем? И эта покупка теряет всякий смысл. Теперь я так подхожу к своим покупкам каждый раз. И даже сейчас то, что я хочу купить, то, что я планировала купить, оно вот всё по такому принципу. Первое. Буду ли я это действительно наносить на себя? То есть подходит ли это мне? Второе. У меня появился ещё один критерий, что касается палеток. Поскольку я люблю очень сильно однушки, мне важно, чтобы я могла вынуть любой цвет из палетки, не расколов его. Следовательно, палетка должна быть магнитная сама по себе. Поэтому у меня сокращается количество брендов, у которых я хочу покупать, которые делают свои палетки магнитными. И ещё несколько критериев по поводу, подходит ли мне цена, подходит ли мне упаковка, что немаловажно. Если всё это сходится там в одной палетке, добро пожаловать в мой вышлист. По-моему, моя болтовня про ноубай была слишком долгой, поэтому я разделю на две части. Первую часть про ноубай, и вторую часть про мои желания во время ноубай. Субтитры сделал DimaTorzok